Жители Жамбылской области, которых экстренно эвакуировали из-за взрывов на военных складах, постепенно возвращаются в свои дома. Наиболее пострадавших в селах уже побывала специальная комиссия. Она оценила масштаб трагедии и теперь специалистам предстоит подсчитать точный ущерб. По-прежнему на всех въездах в населенные пункты выставлены полицейские патрули. Там же работает еще одна съемочная группа КТК. Сейчас связываемся с Бауржаном Апсиитовым. Бауржан, приветствую. Ты уже побывал в селах пострадавших от взрывов. Рассчитываем получить от тебя и первую картинку последствий и узнать, насколько серьезный урон нанесен домам. Камила, приветствую тебя. Сейчас практически все пострадавшие населенные пункты выглядят одинаково. Везде выбиты окна, сломаны двери и частично разрушены крыши. Но, несмотря даже на это, сельчане не хотят оставаться в эвакуационных пунктах. Из 715 человек домой уже вернулось больше 600. Доставляли домой сельчан рейсовыми автобусами. Отмечу, что наряды полиции продолжают дежурить на въездах и выездах из населенных пунктов. Это сделано для того, чтобы защитить дома сельчан от мародеров. У нас тихий поселок. Мы вчера спокойно ушли из дома и даже не боялись за имущество. Мы разговаривали с полицейскими. Они сказали, что ночь прошла спокойно. Жители Байзак-Скоровы пытаются подсчитать нанесенные ущербы. Ну, конечно, сделать это сейчас крайне сложно. Но очевидно, что больше всего от взрывов пострадали бизнесмены. Я вот как раз сейчас нахожусь в одном из таких заведений, где накануне от ударной волны были повреждены бетонные колонны и часть металлической обшивки. Но все бы ничего, еще больше проблем сегодня, буквально час назад доставила непогода. На пострадавший район обрушилась пыльная буря. Досталось накануне и автовладельцам. Я вчера уехал в Алматы. Машину оставил на этой стоянке. Потом мне стали писать, что произошло ЧП на военной базе. И сразу вспомнил про машину. И вот, что с ней стало теперь. Будет ли выплачена компенсация пострадавшим, многие пока не знают. Отмечу, что в пострадавших населенных пунктах сейчас перебои с электричеством и связью. Но чиновники обещают все восстановить до полуночи. Камила, тебе слово. Бауржан, спасибо пострадавшим от взрыва в районе. Продолжает работать команда КТК и репортер Бауржан Апсиитов.